Ах! The tea's hot James Charles Он недавно выпустил свою палетку С Morphe Brushes Эта палета была за 3 минуты Распродана по всему миру И поэтому Это просто рекорд был Для Morphe Он все палетки, которые вообще когда-либо Выпускались, перебил с этой палетки Которую он выпустил Даже палетка Jaclyn Hill Не так быстро распродавалась Как James Charles Палетка Про палетку я пока ничего такого не могу сказать Плохого, потому что у меня она У самой в рук не было Но многие говорят, что тени очень часто Красят веки Это очень часто происходит И это даже нормально, потому что Например, красные, розовые И фиолетовые тени Они очень часто красят века Потому что их не делают Как тени, а как Pressed pigments То есть пигменты Красные, сиреневые, розовые тени очень тяжело создавать Поэтому их делают как pressed pigments И поэтому очень часто это красит века Но это ничего страшного Оно через день смоется То есть я Мне это, скажем так, все равно Потому что я и так каждый день крашусь Всем сейчас на данный момент По всему миру катается И делает митингриды Со своими фанатами С Морфи вместе То есть из-за палетки и все такое То, что очень круто Но недавно он приехал в Британию И там есть Тоже блогеры крутые И там есть один мальчик Ему 12 лет 12-14 лет Я точно не могу сказать, сколько ему лет На данный момент Его зовут Рубен И он один из самых известных Маленьких блогеров Наверное на свете Потому что он был Эллен Де Дженнерес Он был под всему телевизору Он встречался с Ким Кардешиан То есть он Его все знают Он очень крутой Но Джеймс Час и Рубен поругались Почему вы сейчас узнаете? Когда Джеймс Час выпустил свою палетку Рубен сделал с другой девочкой Тоже блогерша Очень известная И тоже очень такая молодая Они сделали вместе видео Про вот эту палетку Ревью Украсили вместе И там они чуть-чуть Эту палетку Унижали То, что это окей Как бы Мнение у всех есть Но Джеймс Час очень на это обиделся Потому что он всегда думал То, что они друзья И как бы Унизить так палету В своем видео Это, конечно, ужасно И он его заблокировал И то есть они вообще больше не общались А для Рубена Джеймс Час Это его самый большой пример для него Он всегда хотел таким же быть, как Джеймс Час И то есть из-за этого поругаться Зачем он такое ревью сделал Это очень странно И Джеймс, конечно же, приехал в Британию Так делал митингрид И все было клево В одном городке Мне кажется Это был Бирмингхем Или Лондон Одно из двух Я честно не знаю Он приехал И перед тем, как приехал на митингрид Ему Рубен написал Слушай, можно я приеду тоже? Хочу тоже там познакомиться И все такое И там побыть Джеймс Час со своей командой Сказал Нет, извини Невозможно Мы не хотим, чтобы ты приезжал То, что, как бы, с одной стороны Его надо понять Он, как бы, думал, что они друзья И он гадости при него за его спиной говорит Плюс еще палетку И вот так унизил свою первую такую вещь Которую он только что выпустил Это, конечно, можно это назвать друзьями? Я думаю, что нет И он такой Ну, пожалуйста Ну, все такое И команда Морфи сказала Что это митингрид для Джеймса Часа Поэтому нет Так он что сделал? Он приехал И все начали О май гад Рубен, Рубен, Рубен И он стоит такой И потом он в инстасторе Выкладывает фотографию О май гад 8 тысяч фанатов Пришли к нему Но они вообще-то пришли к Джеймс Часа То есть он на себя все свои Все фанаты Джеймса Часа взял Это ужасно, если честно Я бы в жизни с таким человеком Даже не хотела бы общаться То есть это вообще Я даже не знаю, как это выразиться В 12-14 лет Так себя вести Подло и некрасиво Это просто ужас И Джеймс Час Он же у нас не очень любит драму Потому что он Последние пару раз Уже был в драме И не хотел опять в драме Но он написал Я не могу Мне надо что-то к этому сказать Я считаю, что это ужасно То, что Вот это и это произошло Твиттер решил разделиться на два мнения Было мнение, которое стояло на Джеймс Часа стороне А было мнение, которое стояло на Рубина стороне Которые на Рубина стороне стояли Писали Это же ребенок Как ты можешь тебя с ребенком так вести Это ребенок Кто это? А на Джеймс Часа стороне стояли люди Которые прям его фанаты Это видно было Например, они писали как Вообще-то он подло поступил Это он сам виноват И все такое И потом Джеймс Час еще раз написал в Твиттере То, что когда ему столько же лет было Он тоже стал блогером И ему такое точно не сходило с вру И поэтому он очень злой на Рубина И не хочет больше даже общения Самое ужасное на этой истории То, что Рубин просто выставил даже пост Целый в инстаграме Про Ой, сегодня ивент с Морфи Был такой классный А это митинг ли Джеймс Часа было Как можно это сделать? Ну, он, конечно же, сейчас это опять удалил И Джеймс Час тоже выкладывал видео Где он там заходит И все фанаты Кажут Джеймс, Джеймс, Джеймс И он это тоже удалил Это очень странно Но Рубин до сегодняшнего дня Ничего про это Он просто это игнорирует Как будто ничего не случилось И как бы это неправильно Хотя бы что-то сказать Я не хотела там, не знаю У Джеймса фанаты забирать Или что-то Ну, знаете, хотя бы какое-то из них Если для себя это такой важный человек Которым ты хочешь быть как он Как можно так поступать с ним тогда? Есть логика? Я считаю, что нету И к этому у меня есть сведение Конечно, ему 12-13-14 лет, да Но так себя вести я в 14 лет, 13 лет Я себе в жизни не позволила С таким человеком себя так вести Да все равно с каким Это просто, это не делается Я на стороне Джеймса Потому что он вот для меня первый раз Вот серьезно прав Потому что каждый ребенок Должен научиться вести себя взрослыми людьми А самое главное Как можно так с человеком по-своему, когда ты его фанат И хочешь быть как он То есть он твой пример жизни, скажем так Как можно так себя вести? Это было мое видео Если вам это видео понравилось Тогда напишите мне в комментарии Напишите мне еще в комментарии На какой вы стороне Рубен или Джеймс Чарльз А еще напишите мне в комментарии Что вы за следующее видео увидеть хотите И что вы хотите увидеть в Верушка Ньюз Джеффри Стар Никита Тотович Кого хотите? Скажите мне И я сделаю видео Еще я хотела вас спросить Вы хотите, чтобы я сделала один раз видео На английском Или вообще делала видео на английском А то многие у меня люди из Германии И поэтому можно было бы на английском делать все Чтоб Россия и Германия понимали Не забудьте подписаться на мой канал И не забудьте включить колокольчик Чтоб вы все видео мои видели Когда они выходят Я вам желаю еще хорошего вечера Дня или утра Смотря когда вы это смотрите И мы увидимся скоро Поехали! Пока! Пока! Боже! Пока! Пока! Поехали!